Привет, мои сладки, привет, мои хорошие тегдетки, сегодня с вами снова я, Тегнадия. Сегодня у нас первый выпуск писем за ноябрь, и я уже наконец-таки ответила на все свои долги по письмам за август, сентябрь и октябрь. Всё отправила, и теперь можно приступать к новым ответам и к новым разборам писем. Сначала я начну с посткроссинга, и вот такая вот прелестная открытка мне прилетела из Греции. Она очень красивая, вот здесь ещё два места показано, и здесь вот написано, что это от Марии. Она рассказывает о том, что она не может найти свои открытки, где у неё изображены... У неё есть изображение острых козырьков и Шерлока, и... Очень жаль, я собираю открытки с ними, это мои любимые сериалы, из тех, что я перечисляла на посткроссинки. Ну, ничего, такая открытка тоже пойдёт в мою коллекцию. А здесь очень интересная марка. Следующая открытка просто потрясающая, с бабочкой, я очень люблю бабочек, вы это знаете. И она очень красивая, мне всегда было интересно, зачем ставят вот такие прочерки оранжевого цвета. Я не первый раз замечаю за всё своё время переписки, и на конвертах тоже ставят такой вот штрих. И на открытках, теперь тоже я сейчас заметила. Итак, это открытка из Дублина, Техас. И здесь также очень интересная марка с суккулентом. Это действительно марка, не декоративная, а настоящая. Но очень красивая. Итак, начну я с письма от Мишу. Здесь такая вот, блин, классная, классная наклейка. Точнее, их здесь две. Здесь написано сторона 2 на 1. Это очень символично. И очень прикольная марка, кстати. Такую я не видела ещё. Самое обидное, что они взяли и на Алекса поставили штамп. Блин, очень жаль, прям на лице. Ну, ладно. Здесь очень милая записочка. И здесь просто потрясные наклейки. У меня нет слов. Сейчас приступим. Начнём с какого-нибудь пакетика первого, наверное, вот с этого. Хочу сказать, что Мишу просто исполнил мою мечту. Причём он продолжил сам. Причём он мне прислать ему файлы с моими любимыми актёрами, сериалами. Ну, с чем угодно. Всё, что мне понравится. И он сделает это в наклейке. И пришлёт мне, и я получила это, и... Кажется, я знаю, чем я займусь сегодня вечером. Очень люблю этот кадр. Здесь просто очень атмосферно. На фоне шкафчика Ханны. Стоит клей в наушниках. Это один из моих любимых фильмов. Застрял в любви. И посмотрите этот фильм просто. Вы сами всё поймёте. Мой любимый Киллиан Мёрфи. Просто я не могу без этого мужика. Это мой Кэвэй. В моём любимом фильме Искупление. Это у нас Альф. Очень похож на меня. Вечно болеющую. Это мой любимый кот из Сабрины. Маленькой ведьмы. Я просто терпеть не могла этот сериал. Вообще просто не выносила. Именно тот, который был в детстве. Но этого кота я обожала. Это единственное, из-за чего можно было просто смотреть сериал. Также мне очень нравятся вот такие фотографии. Со скульптурами. Я очень люблю подобные кадры. Этот мальчик мне напомнил Зака и Фрона. И просто фотография мне показалась очень чувственной. И поэтому я её себе сохранила. И теперь у меня есть наклеечка. Спасибо. Как всегда моя любимая тема космонавтики. Мой любимый Билл. Просто красавец. Также мой любимый Пол. Дано. Тоже очень красивая фотосессия. Моя самая любимая пара сериальная. Это Фиона и Джимми. И... Тоже одна из любимых сцен. Потом мне очень нравится вот этот кадр и эта фраза. А почему вот такая грустная? Очень подходит под моё настроение. Ещё одна моя любимая сериальная пара. Это Белларк. То есть Кларк и Беллами. И вот этот Арт мой любимый. Ещё один космонавт. Ну и конечно же, как можно без... Ещё одной любимой парочки. Это Звёздный Лорст и Гамора. Ему любимый кадр. Когда у них происходит... Вот эта вот романтическая сцена. И танец. И... Ещё один любимый кадр. Из Холма Гроув. С персонажем Билла Скарскорта. Надеюсь, вам интересно. Потому что... Мне очень интересно. Я хочу оставить себе на память это. В видео. Итак. Мой любимый арт Ханны. Очень красивый арт. Как всегда, моя любимая тема скульптур. Дэвид Боуи. Ещё один любимый арт Анастейши и Кристиана. Любимая Сэллэр Мун. Просто обожаю её. Космонавт. Как же без Симпсонов. Ещё одна моя любовь. Это Джейми и Клэр. Из самой, наверное, чувственной сцены. Конца второго сезона. Киллиан. Снова скульптуры. Котик. Очень красивая. Котик. Котик. Тут написано, что ты сучара. Убажаю его. Джеймс. Гамора. Милая, просто будь королевой. Это прям как из королевы Грика. И, конечно же, конечно же, Stranger Things. Осталось два последних пакетика. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Поехали. Хорошо. Поехали. Огромное спасибо тебе еще раз, я вот так вот сделала, чтобы ничего оттуда не выпало, и я знаю, чем заняться теперь вечером, и огромное-огромное-огромное спасибо тебе, просто, я не знаю, у меня не хочется ничего говорить, просто хочется наклеивать это все к себе. В свой дневник, и просто через душу все это переваривает, потому что это не просто картинки, это не просто наклейки, это такие вот частички души и частички воспоминаний, которых очень много и которые очень мощные, поэтому еще раз огромное спасибо тебе. Далее идет письмо от Лизы Ершовой, которую я очень-очень долго ждала, такой вот прикольный конецик, Лиза сделала очень красивую печать, она прям переливается, расскажи мне пожалуйста, как ты сделала такой воск, он полупрозрачный и с блестками, очень-очень красиво смотрится. Итак, Лиза написала письмо на компьютере, потому что из-за учебы у нее сейчас практически совсем нет времени, и я не достроена, я обязательно тебе напишу, скажу, времени ответ. Вот такой вот фолдер она собрала и заклеила вот этим моим любимым скотчем, очень он мне нравится, такой красивый цвет, у него чисто осенний и бумага очень красивая. Ух ты, красота какая, здесь вот тежек, очень красивый, объемный, просто декоративный тежек, очень-очень красивый Лиза, огромное тебе спасибо, наклеиваю себе в блокнот. Кстати, вот такой вот чай я первый раз вижу, Ginger Red, интересно, а вот этот мне нравится, и ух ты, ух ты, красота, что вот это такое, это карточка такая, текстурная паста, я все чаще-чаще задумываюсь о покупке текстурной пасты, пока у меня не было возможности, но, наверное, к новому году я все-таки ее куплю. Это, казалось, открытка, она очень красивая Лиза, просто я обязательно ее сохраню, тоже наклею себе куда-нибудь, очень красивая. Итак, а здесь у нас, как я понимаю, маленькие приятности. Да, здесь очень прикольные распечатки, как я вижу. Ух ты, красивый скотч. Угу. О! Осенние распечатки, акварельные такие. Кстати, такие я не видела еще в картинке. Наклеечка. Суккулент. Розочка. Наклеечка. И очень красивые скотчи. Все равно вот эти три. И вот такой у меня есть. Желтый у меня тоже есть. А вот оранжевый, и вот такого у меня нет. Но вот этот безумно нравится. И вот такое вот письмо я получила. Тут немножко вот при транспортировке помялось. Здесь очень красивая бумага. Наверное, да, скреб бумага такая прикольная. От новой собеседницы из Анапы. От Яны. Если я не ошибаюсь, это та девушка, которая мне написала в инстаграм. У меня было лишь одно место свободное для нового собеседника. Потому что я не беру сейчас новых собеседников. И она согласилась долго ждать от меня ответ. Потому что я не успеваю всем отвечать вовремя. И кажется, да, это от нее. Это открыточка такая в мою коллекцию. Либо я могу ее использовать. Но я оставлю ее себе. Я уже вижу. Потому что это безумно красивая иллюстрация. Очень нежная девочка. Просто потрясающая. Очень красиво. Еще одна открытка. Да. И здесь у нас маяк. Потрясающий, который находится в Анапе. Очень-очень красивая открытка. Просто в мою коллекцию пополнила. Спасибо. И потрясающий флипбук. С таким перышком, который невозможно не трогать. Очень красиво все сделано. Многослойно. Здесь такая фишка приклеена. Довольно-таки тяжелый. Здесь все очень красиво украшено разными наклейками. И скотчами. Также здесь есть календарик с этим маяком. Ух ты. Скотчи. Еще один маленький конвертик. Чуть попозже его откроем. И здесь чай прикреплен. Итак. Здесь у нас маленькие прелести. Ух ты. Какие прикольные наклеечки. Белочка. Волк. Сова. Это, наверное, куница. Я плохо немножко разбираюсь в таких животных. Волк. Еще одна белочка. Еще волк. Так. Вот так. Катечки. У меня, кстати, была такая бумага. И вот такой маленький конвертик. Ну, здесь мини-наклеечки маленькие. Такие вот смешные. Не буду выкладывать их отсюда. Потому что потом тяжело будет уложить. Все. Я поняла, открою это письмо. Вот. Буши Посту. Я обожаю твой инстаграм. Просто обожаю. И я в шоке, если честно. Потому что я думала, что это другая девочка написала, которая писала мне буквально месяц, наверное, два назад. ну, нет, скорее всего, два назад. Она меня спрашивала, можно ли мне отправить письмо. Я ей ну, объяснила всю ситуацию. И она еще до сих пор ничего не писала. Но вот от Буши, от Яны. Я еще просто не ждала письмо. И теперь я я счастлива. Да. Вот такая вот почта у нас на сегодня. И каждое письмо очень ценное. Каждая открытка тоже. И я всех вас очень сильно люблю. Всем приятного завершения этой осени. Пусть ваш ноябрь будет теплым. и до новых встреч, до новых письм. Пишите письма. Радуйте друг друга. Обнимаю всех. Целую. Пока-пока.